Добрый вечер, уважаемые партнеры! Сегодня с вами Владимир Печеный. Я сегодня проведу с вами встречу на тему работа в компании Genesis Global Network. Также тема наш командный сайт и плюс небольшой тренинг по психологии работы в интернете. Итак, добрый вечер. Давайте проверим связь. Поставьте, пожалуйста, плюсики, если связь хорошая. У кого, если кому-то плохо слышно, внизу есть регулятор громкости, пожалуйста, регулируйте звук. И мы будем начинать. Спасибо большое. Значит, начинаем, как всегда, от наших правил. Правил нашей комнаты, наших встреч. То есть перед вами сейчас есть слайд. Я его еще раз попробую обновить на всякий случай. Уважаемые партнеры, пожалуйста, кто зашел неправильно, то есть кто зашел только просто с именем, пожалуйста, перезайдите, нажмите выход в комнате и зайдите правильно. То есть укажите имя, запятая, ваш логин, Genesis, запятая и фамилию спонсора. Ну и, конечно же, потом заходите, и мы начнем с вами нашу встречу. Ну, в принципе, практически все зашли правильно. Пожалуйста, не забывайте про это правило, передавайте своему партнерам. Это очень важно, потому что это часть нашей работы. Итак, вы прекрасно знаете, да, что мы собираемся практически каждый день ориентировочное время 21.00 по Москве и проводим встречи по компании Genesis Global Network. Буквально несколько слов о том, что у нас сейчас компания. Значит, не забываем, что у нас сейчас временный маркетинг. Что еще самое важное, что мы готовимся к обмену монет и выводу денег 14.00-15.00 число. Так что, внимание, подготовьте. То есть проверьте все, что вы там указали, свои кошельки, объясните партнерам, что нужно это все подготовить, все проверить и, конечно же, не пропустить этот момент, это очень важно. Но основное, конечно же, мы делаем упор сейчас на обучение наших партнеров. То есть это приоритет номер один. И я уже рассказывал, да, что для нашей команды мы уже сделали командный сайт. И, в принципе, он уже готов к функционированию полному. И сегодня я вам его презентую. В принципе, я расскажу правила использования, и что там есть. И, конечно же, потом проведу небольшой тренинг. Итак, сейчас я вам продемонстрирую экран. Так, давайте проверим, поборужается ли у нас экран. Поставьте, пожалуйста, плюсики. Показывается ли экран. Экран есть. Так, есть, есть. Отлично. Экран есть. Ну что, буквально пару слов, почему мы будем договорить, решили создать командный сайт, почему мы делаем приоритетом его, потому что мы решили, что нам нужно то место, где мы будем собирать тренинги, обучение, информацию о различных инструментах, да, то есть обучать партнеров, делать какие-то обучающие, там, я не знаю, школы, то есть видеоролики, создание сайтов и многое-многое другое. Так, перед вами, вы можете видеть, это главная страница нашего командного сайта. Сайт называется gb-team.biz Что, если перевести, да, в расшифровке, это глобальная бизнес-команда. Так что, в принципе, где взять эту ссылку, значит, ну, ссылочку вы и так, я думаю, видите, gb-team.biz Значит, ну, есть некоторое но, которое вы должны знать, значит, на сайте нужно обязательно будет зарегистрироваться и, конечно же, быть обязательно в нашей команде. Обязательно быть в нашей команде и, конечно же, быть именно на платном статусе, чтобы можно было, то есть любой платный статус, это обязательно, потому что информация, которая будет там предоставляться, она специально будет предоставляться для партнеров, которые активно занимаются бизнесом компании Genesis Global Network. Конечно же, перед тем, как начать регистрацию, вы желательно должны зайти в раздел «Правила». Вот он у нас находится. Нажать на него. Здесь пока правил немного, они будут дополняться. Ну, значит, я зачитаю некоторые из них. Значит, внимание, правила могут изменяться, дополняться. Замарушение правил, блокировка аккаунта на сайте здесь, на командном сайте. Значит, регистрация на сайте разрешена только тем партнерам, которые находятся в нашей команде. У вас, конечно же, будет вопрос, Владимир, ну, а как же вы знаете, кто где находится? Да очень просто. Для начала мы просто надеемся на то, что, ну, как говорится, на человеческий разум, да, то есть, что он его не подведет, и, в принципе, партнеры, которые не в нашей команде, конечно же, не туда регистрироваться не будут. Ну, для тех, кто все-таки решил попытать там удачу, да, то, конечно же, здесь не все так просто, здесь можно проверить и, в принципе, удалить и заблокировать аккаунт. Если вы не находитесь в нашей команде и зарегистрируетесь на сайте, то после проверки будете заблокированы. Так что, в принципе, простые правила, ничего сложного такого нет. Запрещено рекламировать ссылку на сайт по интернет-ресурсам. Ссылку можно передавать только лично и только своим партнерам по бизнесу. Что это значит? Значит, мы не рекламируем этот сайт. То есть, это наш, будем так говорить, наш инструмент, бизнес-инструмент, который мы будем использовать для построения своей команды, для личного развития. Он передается только лично, лично от партнера партнеру. Поэтому, даже если вы сейчас заинтересованы, чтобы сюда зарегистрироваться, вам нужно обратиться к своему спонсору и, в принципе, на эту тему с ним поговорить. Это очень важно. И данный сайт предназначен для изучения информации по заработку в интернете и для обучения. То есть, вот, в принципе, такие небольшие правила, которые вы должны прочитать, в принципе, с которыми вы будете соглашаться, когда будете начинать регистрироваться. Значит, далее, после того, когда вы, в принципе, сказали, что да, то есть, я ничего не нарушаю, да, пожалуйста, приходите к регистрации. Значит, с правой стороны есть кнопка регистрация, нажимаете и вам нужно заполнить простую форму. Значит, логин, придумайте себе, email адрес обязательно рабочий, логин Genesis, здесь вы должны вписать логин Genesis, поэтому, в принципе, не так сложно проверить, в нашей команде вы или нет. Ваш Skype для связи, да, чтобы можно было если что с вами связаться, и проверочный код. Прописывайте, это капча, что вы не робот, да, то есть, чтобы от многократных регистраций защита. Ставите галочку, что вы согласны с правилами, если можете поднажать, и нажимаете регистрация. Значит, после нажатия на слово регистрация, у вас появится следующее окно, где вам будет представлен пароль ваш, то есть, система сразу генерирует пароль, вы это все сохраняете. Также самое вам придет письмо на email, с этими же данными вашими регистрационными, и вы можете их сохранить. И далее вы нажимаете кнопочку войти, вводите свой логин, который вы придумали, и пароль, который вам генерировала система, и нажимаете войти. Далее вы попадаете вот на такую вот страницу, в принципе, это, будем говорить, ваш аккаунт будет, то есть, будем так выражаться, что в нашем сайте это будет ваш аккаунт, в котором вы будете, в принципе, получать всю необходимую информацию. Давайте немножко разберемся по информации и немножко по функционалу самого сайта изнутри. Главная страница, здесь можно будет просмотреть какую-то информацию главную, здесь будет, например, ролик одного из нашего партнера, активного партнера, нашего спикера, который создал данный видеоролик, можно будет посмотреть. В принципе, главная страница будет предназначена для чего-то нового, интересного, в принципе, какую-то информацию. Дальше разберем небольшой функционал, значит, с правой стороны дополнительное меню, здесь есть раздел контакты, он пока не работает, он отключен, на весь экран это можно нажать и, в принципе, сайт станет на весь экран, то все вкладки тут верхние поищевают, потом можно опять же нажать, оно вернется в исходное положение. Заблокировать вход, пока что тоже отключена эта функция, и выход. Выход это значит просто выйти на главную страницу сайта. Что здесь внизу есть кнопочка с правой стороны, это когда будет длинная страница вниз, вы можете нажать и с тем автоматом вас вернет наверх. Ну и переходим к панельной, приборной панели, да, с левой стороны значит, есть кнопка, которая сворачивает приборную панель, можно развернуть ее вот так вот. И давайте разберем по некоторым тут разделам, что у нас уже есть. Значит, первый раздел это обучение. Вы можете видеть, что зелененькая такая вот кнопочка. Это значит, что в принципе можно использовать. Значит, вы заходите, нажимаете, открывается подстраница одностраничник, тоже уже готов. Можете нажать и попадаем на страницу, где у нас идет, будем договорить, уже наш курс, курс обучения по дубликации одностраничного сайта. Кто не знает, кто не слышал, значит, для нашей команды мы разработали вот такой вот одностраничный сайт, версия номер один. Вот вы видите его скриншот. В принципе, вот такой вот одностраничный, где есть видеоролик активный, который запускается. Есть кнопка зарегистрироваться, которая переводит на страницу с регистрацией, на вашу именно страницу регистрации в Genesis. И кнопка позвонить в Skype, которая тоже будет привязана именно к вашему Skype. То есть, вот такой вот одностраничный сайт. для того, чтобы его создать, вам нужно пройти просто вот эту инструкцию, прочитать, изучить и в принципе сделать. Инструкция состоит из 9 шагов. Все поэтапно, значит, читайте сначала, что нужно сделать, зарегистрироваться на хостинге. И в принципе, у нас есть видеоинструкция, такие кнопочки, вы нажимаете, опускается видеоролик. Кстати, могу обратить внимание, что данные видеоролики, они доступны только из бэк-офиса. Здесь вот, в этом именно командном сайте. То есть, на губ-канале вы их не найдете. Так что, в принципе, каждый, кто серьезно отнесется к созданию этого одностраничного сайта, если он ему нужен, конечно же, вы можете продублицировать, то есть, просто сделать, элементарно, пройти шаг за шагом, спеша, самостоятельно. Все здесь показано, как что скачать, как что установить, и на практике доказано, что это все реально сделать. Так что, можете не терять, ну, не терять его время, да, то есть, кто не сделал, можете заходить, использовать это все. Единственное, но, что здесь есть исходники, то есть, пайлы, в которых состоит одностраничный сайт, это шаг номер 7, вы его можете скачать, ну, единственное, что там есть пароль, и пароль вы можете получить только у своего спонсора, то есть, спонсор вам обязан передать этот пароль. Ну, это сделано для двух случаев. Первый случай, чтобы, ну, будем так говорить, сделать это, так защитить, будем так говорить, чтобы это было доступно только для наших партнеров, нашей команды, и второе, это чтобы, цель такая, чтобы все были практически максимально активными, чтобы спонсор не забывал партнеров, а партнеры не забывали, что у них есть спонсор. Это очень важно. Это будут такие фишки внедряться для того, чтобы люди были активны в бизнесе, а не пришли и куда-то пропали или не хотят ничего делать. Это, что касается создания одностраничного сайта версии номер 1, конечно же, база у нас теперь есть, и, исходя из этой базы, мы будем уже создавать дополнительные одностраничные сайты разных конфигураций, может быть, это будет одностраничный сайт с подстраницей, посмотрим, вариантов очень много, но самое главное, что базу мы уже создали. Значит, вот такие вот, смотрите, самое интересное, это такой блок, вот, середневый фон, вот есть кнопочка такая, галочка такая, нажимаем, и блок этот сворачивается, то есть, вот так вот будет по блокам, версия 1, версия 2, может только их будет и 10, а может и 20 разных, то есть, вы будете выбирать сами, какое, что, как вам делать, может и много их сделаете, так что, потом нажимаете, раз информация разворачивается, очень удобно сделано, так что, пожалуйста, заходите, используйте этот потенциал. Значит, идем дальше, подарки, к этому разделу я хотел уделить отдельное внимание, потому что буквально вчера я закончил уже подготавливать бонус номер 1, вы все прекрасно знаете, бонус номер 1, это бонус, который у нас получают все партнеры нашей команды, которые перешли на платный статус, да, то есть, которые выполнили условия входа в компанию, то есть, либо статус, ну, то есть, какие у нас будут условия входа в компанию, то есть, когда мы это все начинали, вся эта идея возникала у нас, это вход был на данный момент 22 доллара, сейчас 12, так что еще упростилось, да, как только будет у нас официальный маркетинг, там может быть немножко, да, опять будет, может быть 22, может чуть больше, мы посмотрим. Ну, я могу вас заверить, что информация, которую вы здесь будете получать, из-за того, что вы просто зарегистрировали, заплатили вход, обучение здесь, конечно, будет намного компенсировать все входы ваши здесь в компанию Genesis, и поэтому, я думаю, вам будет интересно и удобно очень работать, то есть, вы будете и зарабатывать деньги, вы будете 100%, даже на 1000% знать, что ваши деньги потрачены в компании на вход не зря, потому что в нашей команде вы получите обучение, дополнительные бонусы, программы, и хорошую техническую, и, я думаю, даже моральную поддержку. Ну, давайте больше уделим внимание бонусу номер один, бонус номер один у нас дается партнерам, которые зашли на минимальный статус, это жемчуг у нас, так, давайте на него нажмем, я вам просто сейчас продемонстрирую, расскажу, что здесь и как, чтобы вы были в курсе, что эта страница готова на 85 где-то процентов, будем так говорить, может на 80-85 процентов, то есть, его уже можно использовать, но есть такая недоработка, поэтому это я скоро доделаю, значит, короткая информация о том, что эта страница несет, какую информацию, потом, и у нас идут наши бонусы, значит, первый бонус состоит из 10 обучающих курсов, значит, первый, то есть, у нас идет так вот, размер курса, да, то есть, сколько, вот вы можете видеть, первый курс психологии денежный магнит версия 3.0 занимает 3.27 гигабайта, то есть, довольно-таки очень массивный курс такой обучающий, значит, далее у нас будет идти вот такая вот цветная, да, подкладка, на которой у нас будет короткая информация о данном курсе, значит, я вам зачитаю, в принципе, дальше вы поймете, что это такое, это как превью, да, то есть, допустим, многие хотят знать, что там, да, но при этом, конечно, туда не заглянуть для начала, это логично, потому что, ну, это же работа, это время, это надо сделать, посмотреть, то есть, можно просто прочитать превью и понять, что вас там ждет, вот я зачитаю, значит, курс номер один, денежный магнит версии 3.0, представляем вам обучающий видеокурс, денежный магнит 3.0, отведение Дененко, тренер успешных людей, данный видеокурс состоит из 10 видеоуроков, также данный курс включает в себя еще дополнительных два курса, только в звуковом варианте, то есть, аудиовариант, который вы можете прослушать, один курс отдельно для мужчин, то есть, что это такое, могу вам сказать, что это, значит, на уровне психологии это звучит мелодичная музыка такая, мужской голос, ну, говорить такую положительную информацию, да, для вас и для мужчин, будем так говорить, связанную с богатством, деньгами, ну, то есть, настроек такой, да, положительный идет на работу, на желание, чтобы зарабатывать, и так же самое для женщин отдельно, можете послушать, может вам понравится, вы будете слушать это на ночь глядя или там с утра, допустим, так, еще в курс входит дополнительный файл, в котором есть инструкция по тестированию своего отношения к деньгам и к заработку, то есть, это такой небольшой чек-лист, в котором вы можете себя протестировать, знаете, когда в школах раньше там анкету заполняли, проходили какое-то там анкетирование, так вот, вы можете сами себя проверить, в принципе, посмотреть, что и как вы относитесь, допустим, к деньгам. Для того, чтобы скачать курс, вам нужно ниже нажать на зеленую кнопку, ну, в принципе, здесь есть некоторое пояснение будет, то есть, эти кнопки тут некоторые не все зеленые, надо будет просто отредактировать еще этот момент. Ну, в данном случае первый курс это действительно зеленая кнопка, где написано скачать курс. Ну, думаю, вы поймете, что все кнопки с левой стороны, ну, вот, все скачать курс, даже если она будет, там, допустим, в некоторых планетах, вот синяя, да, это будет скачать курс. Как скачивать курс? Все очень просто. Нажимаете на скачать курс левой кнопкой мыши, запускается страница Яндекс.Диска и вы с правой стороны находите кнопку скачать. Нажимаете и куда выбрано у вас там скачивание браузера, браузер скачивает данный курс. Идем дальше, значит, для того, чтобы просмотреть видеообзор самого видеокурса и элементов, которые в него входят, нажмите на красную кнопку смотреть видео. Вот у нас будут, ну, здесь сейчас она неактивная, это как раз те 15%, которые я, в принципе, планирую начать делать уже сегодня, доделывать, потому что мне надо будет записать на каждый курс видеообзор, что, куда нажимать, зачем, где, что просмотреть, чтобы, ну, понимаете, чтобы информация была максимально развернута, что даже если человек, то есть, это ваше уже по праву, то есть, вы, как полноценный партнер, плачный, да, то есть, наши команды, компания Genesis Global Network, вы заходите, в принципе, вот, пожалуйста, вы можете все скачать, изучать, можете выборочно пока сделать себе приоритет, который для вас там важный курс, который там, допустим, да, допустим, денежный магнит подождет, хочу исполнения желаний, допустим, то есть, вы здесь будете сами решать, что вам смотреть, но вы можете просмотреть видеообзор и сказать себе, да, это я пока не буду, но буду, вот это хочу посмотреть, то есть, все очень просто. Второй тоже курс, это секрет исполнения желаний, тоже это из разряда психология, значит, 1,2, 23 гигабайта, тоже скачать, вы можете, уже можете скачать, единственное, что вам, ну, то есть, мне нужно было бы делать это видеообзоры, и в принципе, потом уже полноценно каждый может заходить, смотреть и выбирать. Хотел бы обратить сразу внимание на некоторые моменты, так как у нас тренинг будет психология ведения бизнеса, поэтому три курса, первых три курса, это психология, психология, по деньгам, по ведению бизнеса, может быть, там есть какая-то часть воды, да, которую вы не хотите слушать, но есть и интересные вещи, и поэтому все-таки выборочно хотя бы надо пройтись, иногда посмотреть, потому что, вот я вам скажу честно, я разобрал все эти курсы, все вот эти 10, которые здесь присутствуют, я все в них позаглядывал, просмотрел, видеоролики, ну, не все, но часть каких-то я там смотрел, пересматривал, о чем говорят, что говорят, поэтому есть дневные вещи, которые нужно послушать, и возможно даже вы скажете, что, о, а этого не знал, хорошо, что это послушать. Второй курс, тут есть даже обогащение по-мужски и по-женски, то есть там есть тренинг идет, двух человек, Маргарита и Евгения, можно послушать, то есть возможно там даже такие вещи, которые вы давно искали, и еще не могли нигде найти. третий курс, это тайная власть денег. Так что первые три курса, это психология, она нужна для бизнеса, без нее никуда, надо правильно относиться ко всему, понимать многие вещи. Поэтому далее уже мы больше, значит, переходим в четвертый курс, это Facebook, от А до Я, довольно-таки очень сильный курс, такой серьезный курс, очень много видеоуроков, думаю, вам будет интересно, то есть может быть и станете гуру Facebook, потому что социальные сети, по моему мнению, я думаю, не только моему мнению, это та вторая ступень, ступень, через которую, да, надо пройти всем, потому что самый легкий способ поиска контактов, новых там партнеров, друзей, знакомых, это, конечно же, социальные сети. Поэтому однозначно, когда мы с вами приходим в интернет, мы, наверное, вообще первым делом идем в социальные сети. Ну, я думаю, будет очень интересно посмотреть этот курс, это очень серьезный курс от Александры Ворониной, так что, пожалуйста, используйте. Значит, пятый курс, это как раскрутить себя и свой бизнес ВКонтакте, очередное направление социальной сети ВКонтакте, я даже скажу больше, что у нас, судя из того, как у нас добавляются сейчас спикеры, и многие заметили, что спикеры у нас проводят разные темы, тоже на направлении социальной сети, психология даже, то есть разные темы. То есть у нас будут личные курсы, личные курсы, именно нашей команды, и они будут тоже добавлены в специальный раздел, будут именно именные, то есть кто конкретно это делал, кто, то есть каждый человек, который из нашей команды, кто будет создавать какое-то обучение, он будет продвигать уже себя здесь как, не просто как уже, да, там спикер, лидер, а, наверное, как тренер даже. Поэтому, я думаю, это будет очень интересно для самообучения, саморазвития. Курсы могут быть на тематику одну, а, допустим, раскрытие там разных вещей, фишек, и там могут быть разные. Поэтому, я думаю, будет очень интересно тоже это посмотреть. Седьмое. Все технические моменты социальных сетей. Значит, данный курс состоит, будем так говорить, из четырех курсов по социальным сетям. YouTube, ВКонтакте, Одноклассники, Twitter. Тоже довольно-таки интересных курсов Антона Агафонова. Посмотрели какие-то технические моменты. Да, мы знаем, что у нас всегда проблема с техникой. Мы чего-то не понимаем, чего-то где-то не знаем, как нажать, боимся, или еще что-то. Мы тратим колоссальное количество времени для того, чтобы узнать, что-то где-то спросить, чтобы нам кто-то объяснил, или там еще что-то. Да, то есть самостоятельно, конечно, обучаться очень... Не каждый хочет, не каждый умеет, но пора это научиться делать. Надо просто брать информацию, которую он дает, и ее изучать. Для начала изучать, потом применять на практике. Поэтому у нас пока теория. Я вас призываю просто к тому, чтобы вы должны начинать изучать, тратить свое личное время на свое личное обучение. Это залог вашего будущего успеха, поверьте. Ну, а, конечно, у нас еще будет практика, поэтому без практики никуда. Будем еще вместе практиковать, смотреть, что как мы выучили. Восьмое. Раскрутка в Ютубе. Значит, тоже очень интересный курс такой, связанный с Ютубом. Конечно, могу отметить, что некоторая информация может быть немножко устаревшая в плане... Ну, вы знаете, да, меняется все, то есть меняется сайт, там что-то, кнопочку перенесли куда-то там. Но смысл, всегда смысл, он остается одинаковым. Поэтому тоже разные тренера, разные, то есть как бы разная информация, там, допустим, направление одно, всегда нужно посмотреть разные точки мнения, и кто-то делится своими фишками по-разному. Поэтому, я думаю, это интересно будет посмотреть. Девятый курс, как зарабатывать от 1000 долларов на Ютубе. Скажу вам одну фразу, чтобы заинтриговать. Когда начинается первый урок этого курса, там тренер говорит, как бы вам дословно сказать, что те люди, которые изучат этот курс, они больше никогда не будут, ну, будем так говорить, не будут иметь проблем с заработком денег. То есть даже там 100-300 баксов они всегда смогут зарабатывать на Ютубе без каких-то навыков. Поэтому, что имел автор в виду, я думаю, кому интересно, тот обязательно изучит и посмотрит. Но он настоятельно там говорит, что так оно и будет. Кто просто пройдет весь этот курс. Так что, есть там какие-то секреты, есть какие-то фишки, поэтому обязательно посмотрите. Значит, и 10-й курс. К сожалению, у нас отборка была немножко другая. Я заменил один курс и поставил довольно-таки очень мощный интересный курс под номером 10. Это кооператинг на завтрак, обед и ужин. Тема ужасно интересная, ужасно нужная. Почему? Потому что все должны уметь писать. Уметь писать, потому что когда вы пишете, то есть тексты в основном тексты читают. Есть, будем говорить еще что еще нужно, но текст это одно из основных таких умений, которые вы должны знать, уметь, применять, потому что в тексте вы выражаете свои мысли или допустим преподносите что-то. Но как больше грамотно вы научитесь писать, от этого тоже будет зависеть очень многое. Поэтому довольно-таки очень-очень интересные. Очень интересные. Я сам уже смотрел и еще буду продолжать смотреть, потому что есть чему научиться, поверьте. Такие вещи просто так никто не расскажет. Так что я считаю, что донус довольно-таки очень комплексный. У него входит не совсем такая простая информация, как планировалось, потому что вы сами понимаете, большая часть партнеров всегда приходит им тяжело воспринимать очень серьезную информацию, поэтому можно добавить что-то более доступное и то, что они смогут использовать. Поэтому было выбрано именно такие направления. Я не думаю, правильно выбрано, потому что психология, социальные, и даже здесь просматривается дополнительный заработок, написание текстов, умений. я думаю, это горячая смесь, которая вам очень поможет в личном развитии и, конечно же, даже дополнительном заработке. То есть, вы приходите в бизнес, приходите в нашу команду, выполняете минимальные требования и получаете сразу даже дополнительный заработок, если верить этому курсу про YouTube, довольно-таки очень много практической информации, будете уже специалистом в каком-то плане. И, в принципе, я не думаю, что у вас будут возникать вопросы, где искать партнеров и что нужно делать. Поэтому это первый курс, вернее, первый бонус. Приходите, забирайте спонсоры, обязательно проинформируйте своих партнеров, которые уже у нас активные, платные, что у них есть возможность взять этот бонус. он принадлежит ему по праву, по правилам нашей команды, поэтому используйте это возможно. Значит, следующий подраздел это пакет программ. Значит, вы можете видеть, что он уже скоро будет. Здесь я подготавливаю к нему такое, будем говорить, место, где он будет располагаться, где у него будут конечно же описания, как это работает, что это, что здесь будет. Могу сказать, что здесь будут скорее всего скрипты для автоматической рассылки сообщений по социальным сетям и скорее всего программа для начала программы, с помощью которой мы будем автоматом размещать объявления по рекламным доскам. Ну, посмотрим. Посмотрим, это все надо еще обработать, подготовить, проверить и все это потом здесь разместить. я постараюсь это сделать быстрее, чтобы вы могли уже это использовать. Поэтому приоритетом в данном случае я делаю этот раздел пакет программ. Дальше, ну, в принципе, раздел бизнес, я думаю, что скоро он изменит желтую, то есть, как бы, в ожидании на зеленый цвет, то есть, раздел бизнес у нас Genesis, а компания, маркетинг, товары, услуги и раздел вопросы-ответы. Мы его будем подготавливать и скоро он у нас заработает. Ну и, конечно, раздел файлы, картинки в данном случае. Немножко хотел уделить время, чтобы вам объяснить, как это работает, для чего это создано. Во-первых, сразу хочу сказать, что всегда на каждой странице, когда вы заходите, есть какие-то определенные правила, вы можете прочитать, правила загрузки, скачивания, удаления картины. Я хочу, чтобы вы читали, прежде чем что-то сделать. Что я имею ввиду? Я здесь специально оставил кнопку удалить картинку, для того, чтобы человек, который будет загружать сюда картинку, если он что-то не то загрузил, или не хочет, чтобы эта картинка здесь была, он может ее удалить, но только свою картинку. Еще право удалять картинки имеет администратор, потому что, возможно, по его мнению, картинка не имеет смысла, что здесь никто не будет скачивать. Нам нужны картинки, если у вас есть хорошие, интересные картинки, которые могут быть использованы для строения блогов, для сайтов, кто-то может возьмет, может это какое-то вашего производства картинка, какой-то баннер, вы можете загрузить, используя кнопку добавить картинку, нажимаете, выбираете картинку в своем компьютере, давайте я вам покажу, добавить картинку, работает все очень просто, может быть даже скрином выплат можно будет поделиться. Так, сейчас мы найдем какую-нибудь картинку у нас, так, и картинки, ну давайте какую-нибудь картинку, да, возьмем, то есть, картинка, которая реально может быть, ну, полезна, да, полезна для кого-то, кто-то может ее использовать где-то, мы же все постоянно ищем для создания чего-то какие-то картинки, ну, давайте для примера что-нибудь, ну давайте вот картинка бонус, нажимаем, то есть, выбрали картинку, нажимаем открыть, опускаемся в самый низ списка, и вот у нас здесь есть кнопка старт и канцел, нажимаем старт, чтобы загрузить картинку, все, картинка загрузилась, вот она, у нас есть превью, то есть, мы можем нажать на картинку и вот так вот просмотреть все картинки, просто классная, да, вот так вот, пересматривать, то есть, если вы загрузили картинку, вы можете ее удалить, это ваше право, но нельзя удалять чужие картинки, нельзя просто клацать, ходить там, ой, я сейчас нажму, что это за красненькая кнопочка такая, здесь конкретно написано на русском языке удалить картинку, так что не экспериментируйте. Дальше, дальше, партнеры, которые заходят, они увидели какую-то, классная картинка, к примеру, да, и вот, скачать картинку, жмете, и она сразу будет скачиваться, смотрите, как, сейчас вот нажимаю и сейчас должно появиться, не появилось, но в онлайн, сейчас я вам еще раз покажу, вот видите, вот, скачалось, вот окно появилось, быстро скачивается, то есть скачивается, опять же, через браузер у вас, куда вот там выбрана папка, куда вот там сохраняются все эти картинки, так что, если есть чем поделить, то заходите, но здесь только картинки, то есть другого ничего сюда не загружайте, пожалуйста, относитесь к этому, как к своему, потому что это делается для вас в первую очередь, такой вот небольшой обмен картинками, почему бы и не, а дальше что-нибудь еще интересное придумаем. Ну вот, в принципе, значит выход, давайте сразу просмотрим, чтобы все работало, нажимайте выход и в принципе вот так вот мы выходим. Так, ну, в принципе, первая часть как бы нашей встречи по командному сайту объявляю закрытой, да, можно провести небольшую беседу, какие-то, может, вопросы, может быть, какие-то пожелания, может, еще что-то, очень рад был бы выслушать. Так, по старой ссылке на сайт попасть нельзя, нельзя. Так, у меня партнер не мог войти на сайт, сайт новый, я с трудом зашла только что, с трудом. Ссылочку в чат можно, вообще, так, а, наверное, про комнату. Так, переводя логинов платежных систем у партнеров оказались пробелы, Владе, покажи, пожалуйста, как исправить данную проблему после тренинга, естественно. Да, Светлана Хрон. Я вам уже объяснял сегодня. Так, Влад, ссылка на сайт, да, Наталья, все правильно. Ссылки на сайт берем у своих спонсоров. Спонсор вещает, Влад, я, по-моему, давал ссылку, нет, значит, конечно же, да. Три раза нахожу, почему-то выбрасывает, ну, без понятия. может быть, проблемы с комнатой, может, еще что-то. Да, может быть, проблема белорусского интернета. Так, порегистрировались. Дейнеко, Дейнеко, ага, хорошо. Так, так, я ничего не вижу, что сделать. Передайте. Так, Наталья, шикарные курсы, Дейнеко, на денежной магнике 2.0, была на самом тренинге. Есть внешний материал. Вот, Наталья была, знает. Да, действительно, очень интересные вещи, стоит послушать. Марина, копирайтинг, супер важно, очень важно, Марина, очень. Там, действительно, очень интересный, то есть, я просто, тоже работал в направлении копирайтинга, я знаю, что это такое, не знаю, что такое писать тексты, ничего их писать, для чего они нужны, много-много-много чего. Может, когда-то даже свой тренинг по копирайтингу проведу. Так, Людмила меня выбросила. Так, это супер, насчет скриптов. Да, Владимир, это только начало. У нас, много чего интересного будет. Очень хочется баннеры. Ну, надо подумать. Может, баннеры сделаем так. Отличный сайт для команды, спасибо, пожалуйста. Как поменять пароль? А где поменять пароль? Так, Алина, пожалуйста. Так, а регистрация будет та же или по новой регистрации? Новый сайт. Новый сайт. По-новому. Сайт называется gb-team.biz Возможно, будет Александр, по-моему, вы уже сдавали про торрент. Ну, про торрент пока мы посмотрим. Я не буду вам ничего пока не говорить про торрент. Посмотрим. Надо будет поискать сервис, на который можно будут эти курсы загрутить, чтобы скачивать. Да, Галина, запись будет обязательно. Вот, Ирина делает запись. Отлично. Ольга, огромное спасибо за сайт, если четко конкретно рассказать. пожалуйста, Ольга. Владимир, скрипты для автоматической рассветки нам добавить, что вы хорошо придумали побыстрее бы. Да, Владимир, скажу честно, много чего хочется добавить и будут добавляться, просто это очень тяжело сделать. То есть не хочется просто там что-то там дать ссылку на сайт, вот сюда нажмите и там что-то скачайте. Надо просто это преподнести так, чтобы человек захотел это прочитать, прийти и действительно был доволен. Так, Денис, как поменять пароль на командном сайте? Я получил его генерируем и хочу поменять. Денис, вы его все время сгенерированный будете получать. Если вы хотите допустим какой-то свой уникальный пароль, пишите мне, я вам поменяю. Добавляйте, спешите или там через спонсора, я не знаю как. Я обязательно поменяю его. Потому что ваша система будет постоянно его генерировать. так, если лично персональный какой-то только я могу поменять. Ну, пока что только я, потому что я планирую допустим наверное расширить. Будем так говорить. То есть одному тяжело, поэтому надо будет еще помощники создания, оформления и это же командный сайт, поэтому будем работать в этом направлении. Так, ну и в принципе давайте перейдем ко второй части. Часть у нас тренинг психологии ведения бизнеса. Сегодня я хотел бы с вами поговорить на то, как мы с вами относимся вообще к интернет бизнесу. Я не говорю сейчас про бизнес в офлайн где-то там еще на земле работа, это все понятно. Есть одна большая проблема, с которой все сталкиваются, это нехватка времени, нехватка знаний, нехватка соответственно потом понимания, где мы находимся, что мы делаем, из-за этого у нас какая проблема, мы ссоримся, ругаемся, хорошо хоть не деремся через интернет, потому что это нереально сделать. Но очень неприятные моменты есть, поэтому без психологии ведения бизнеса в интернете к сожалению никуда. и поэтому хотелось бы сегодня с вами поделиться некоторыми соображениями по этому поводу. Значит, что нужно с вами вообще важно знать, когда мы приходим в интернет? Во-первых, мы должны понимать, на чем все это строится, что здесь в интернете, да, то есть, если это бизнес, значит, что бизнес, что это такое? Во-первых, это все виртуальное. Давайте вот с вами согласимся, что интернет-бизнес, он в принципе виртуальный. Даже исходя из этого, что вот мы пришли на виртуальное что-то, его нельзя пощупать и там что-то такое сделать, да, можно только поругаться на него или порадоваться ему, поэтому из этого сразу один вывод большой, что практически никаких претензий мы не можем предъявить, потому что это не реальное, а виртуальное. Это главное понимать. Второе, вы должны всегда понимать, что когда вы приходите в интернет-бизнес и вообще планируете зарабатывать деньги, вы должны знать, что это сложно, что нужно будет учиться, что просто прийти и сказать, где деньги, давайте я хочу заработать, такого не получится. И вы начнете биться, набивать шишки себе, может и два, может и три даже набивать шишки, пока вы не вспомните или не скажете себе точно, надо чему-то научиться и начинать правильно работать. Это тоже, это второе. Третье, вы должны понимать, что требовать от кого-то что-то, предъявлять что-то кому-то, это практически, но это не имеет смысла здесь. Не имеет смысла почему, потому что опять же это виртуально. Виртуально мы не видим друг друга. Здесь можно написать допустим меня зовут Владимир и я могу подписаться другим именем и зарегистрироваться где-то и вы никогда не узнаете что это я. Это логично, логично. Поэтому много подвоха, много обмана, много скрытых различных вещей, которые вы до сих пор даже еще не знаете. Много хорошего, много плохого. То есть поэтому вы должны быть готовы ко всему и воспринимать это вы должны правильно. Давайте поговорим о восприятии, потому что знаете, когда происходят допустим в бизнесе непредсказуемые моменты для вас допустим специалисты спецы будем их так называть которые уже не первый год в интернете они могут предсказать ситуацию могут сориентироваться в ней заранее до того как она произойдет. Они могут. Новички или те которые допустим не уделяли этому они не могут сориентироваться и конечно же они огорчаются очень огорчаются они злые становятся иногда ругаются пишут гадости всякие. Так вот сегодня была ситуация тоже довольно неприятная не буду особо ее афишировать но будем так выражаться на гадостях различных гадостях если делать гадости какие-то что-то такое писать что-то плохое на этом вы никогда не построите себе гадостях будем так говорить славу или там бизнес у вас денег больше никогда от этого вас не будет поверьте то есть гадости вообще нет смысла писать гадости пишут по-разному допустим гадости пишут даже если их нет все нормально ну вот можно просто написать а я так понял что это плохо и этими словами я хочу смотивировать других людей перевести их внимание на себя то все будут говорить о да действительно плохо он прав а хотя сами не разбираться прав может и неплох даже поэтому негатив он всегда приводит к чему человека обычно который негативит его удаляют ну это такое простое слово удаляют удаляют везде даже блокируют иногда но это в лучшем случае что здесь можно сделать а в худшем он может потерять бизнес он может потерять уважение людей да много чего можно потерять были случаи когда люди с сетевиков активные за которыми толпы бегали становились ну на уровне допустим какого нибудь там пользователя в интернете что вот он пришел там пишет вот у меня классное предложение его посылают куда подальше это в лучшем случае а в худшем просто блок ему делают поэтому прежде чем что-то плохое написать даже если ты есть плохое надо несколько раз подумать вообще есть ли смысл писать у вас у всех да и у нас у всех есть кто спонсор у нас есть с вами в любом бизнесе есть спонсор человек который ну во всяком случае вам сделал предложение в этом бизнесе то есть ну как как не к нему да можно обратиться и в принципе поговорить по душам там ну хотя бы просто там сказать там высказать свое недовольство может быть просто не афишировать это там где-то что-то или там доказывать кому-то что-то а просто вот пообщаться со спонсором то есть любой вариант когда у вас нет в тролле он там пропал и он бросил бизнес это конечно посложнее поэтому наверное будем так говорить еще один дополнительный пункт важности это когда вы идете в бизнес нужно думать не только о бизнесе а с кем вы пойдете в бизнес то есть кто будет ваш куратор кто будет допустим вашим спонсором то есть кому вы пойдете уж так как выражаться почему это важно давайте рассмотрим несколько моментов ну можно же пройти просто зарегистрироваться по ссылке да но это не сложно сделать а потом вот миллион вопросов везде писать там всех ругать что никто не помогает а почему люди не помогают давайте разберем этот момент ну никогда не задумывались почему ну есть же такие случаи да что не помогают да все очень просто потому что знают цену времени и вообще понимают ну из чего состоит бизнес бизнес вообще он состоит из денег да то есть в бизнесе зарабатываются деньги а время затраченное в бизнесе то есть оно должно пропорционально быть каким-то деньгам ну потому что все от них родимых идет да то есть вот куда нет раз деньги куда не то время а время опять же деньги и то есть оно все так заэкономерно что то есть это как знаете как стопор иногда бывает так вот что получается вот вам отказали вот вы допустим просто вы пишете нет спонсора не знаю помогите мне все молчат ну бывает же такая ситуация бывает конечно почему потому что все заняты своей работой у кого-то кто-то что-то делает однозначно нельзя так сказать что что ж такое никто не отвечает что и все не хотят что ли да не то что не хотят во первых все заняты может такое быть может быть то есть я не думаю что когда люди звонят без здрасти нажимая кнопку позвонить человек не берет трубку то есть что он просто не хочет отвечать а может он просто реально заняты почему он занят потому что он выполняет функции допустим там ну не знаю помогает какому-то другому своему партнеру еще что-то поэтому ну в большинстве 50 на 50 можно сказать отказывают отказывают в помощи потому что заняты может не хотят почему не хотят потому что я вам объясню есть хитрые спонсоры которые специально отправляют партнера куда-нибудь кому-нибудь но только не к себе то есть он там он еди к нему он там нормально объяснит а вы чего да я это я на рыбалку ну что-то типа такого или я не знаю или я не умею ну или вообще да он лучше рассказывает или у него больше времени или еще что-то или он там умный или еще что-то да какая разница то есть это тоже некрасиво делать почему потому что человеку там может и помогут но укажут на что что есть спонсор почему он не хочет а он а у него там да рыбалка там или он там занят там еще что-то он не хочет тратить время а деньги он хочет за вас получать значит получается что здесь что-то не так лично приглашаю ну то есть спонсор он всегда получает больше хотя вот мне иногда нравится такое положение когда здравствуйте Владимир я с вас там в 20-й линии там ответите мне на вопрос я спонсор ну вы же все равно мы высшестоящие спонсоры не вопрос вы абсолютно правы да но зачем перебежать сколько там этих спонсоров да и прийти допустим вот так вот то есть для меня это говорит о том что в принципе две вещи либо спонсор ничего не знает либо спонсор вообще занят другими делами вообще не компания вот две вещи мне вот это всегда говорит об этом что когда партнер приходит либо партнер не знает просто ну я не думаю что там не хочет это редко когда не хочет тем более это личник ну представляете как личнику отказать да ну это же все он вас заклюет потом поэтому скорее всего не знают и занят другими проектами вот большая проблема когда партнеры набрались кучей проектов кучей 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 проектов все они там везде там работают везде там наверное зарабатывают но когда их партнеры приходят к ним они говорят там мы не знаем идите там повыше куда-нибудь или к другому человеку почему потому что у них нет времени изучать это так вот я вам скажу на практике я вот убедился что очень тяжело иметь несколько проектов очень то есть ну опять же в зависимости от того как вы там работаете вот следующий пункт это отношение к бизнесу как вы к нему относитесь то есть можно сделать блинчики да блинчики могут сгореть подгореть там еще что-то там с ними могут случиться да можно сделать ну вкусно и хорошо так вот так и в бизнесе то есть если вы приходите в бизнесе заработать и поработать и заработать значит у вас обязательно получится потому что простая фраза поработать и заработать она включает в себя обучение создание команды обучение команды общение с командой вывод команды там на какой-то определенный заработок да что там, все это, то есть много чего, то есть это куча, колоссальная работа, вот простая фраза, а в себя включают очень много-много-много работы, а можно прийти и ничего не заработать, поэтому у нас иногда случаются такие моменты, когда говорят, какая-то странная компания, ничего тут непонятно, ничего не могу заработать, что это такое, то не то, то не так, да это потому, что никто ничего не учил и никто ничего не знает, ну конечно проще всего сказать, что я ничего не понимаю, ничего не умею, так вот, как вы относитесь к бизнесу, когда вы приходите на работу, вы должны понимать цель, которая у вас есть от этой работы, вам нужны деньги, значит, когда вам нужны деньги, однозначно вы должны понимать, что надо будет работать, без этого никак, но когда у вас стоит вопрос, вам надо больше денег, тогда надо больше работать, Все логично, просто, понятно Еще больше денег надо Надо вообще еще больше работать Надо ночью работать Утром, днем Сутками работать Но опять же работать Еще надо качественно Что значит Соотношение мы определились Либо мы будем работать Зарабатывать Мы доводим дело до конца А не бросаем его на полк руки Бежим в следующий проект А потом рассказываем, что А здесь мы ничего не поняли Зато там мы что-то поняли Я говорю, да, это все, там никто ничего не понимает Я вам говорю честно Я знаю многих людей, которые Предлагают бизнес там Неделю по несколько раз И у меня один вопрос есть с ними, когда мы разговариваем Мне говорят, почему постоянно разные бизнесы Вы же говорите, в каждом бизнесе Вот здесь классно Нет, вот теперь здесь классно Или так где классно Там, там или там Там не то, там не так А вот здесь точно теперь классно Везде надо работать Понимаете, везде Вот куда не пойдете, везде надо работать И вот если как вы будете работать Это, конечно, понятие растяжено Поэтому Всегда нужно определяться С бизнесом Определились Отношение к бизнесу Как отношение к бизнесу? Это как к человеку, да? Изучайте бизнес Изучайте человека Вот такое отношение к нему будет Все очень просто Мы изучили Вот такое будет отношение Непонятное отношение Идем дальше Что у нас там дальше с бизнесом происходит Когда мы его поняли Когда у нас все хорошо Качество, да? Мы говорили с вами о качестве Почему качество играет большую роль? Да потому что Можно потратить уйму времени Год, два Даже если бизнес будет И три года, и четыре Развиваться, работать А в итоге просто зарабатывать Там пол тысячи долларов В месяц В пять лет, да? Вопрос Почему? Качество работы Значит Качество измеряется В той информации, что ли В тех умениях В правильности Преподносить информацию Да и вообще Это может быть даже Качество даже Как-то с активностью Может связано Потому что можно Быть активным на один процент А можно быть активным на сто Один процент Даже когда вы активны На один процент В бизнесе Вы все равно можете сказать А я же работаю Ну я же работаю А другой, да Который сто один процент Использует Он говорит А я пошу здесь Да, а не работаю Так вот Здесь тоже нужно определиться И как вы это будете делать Что вы будете использовать Насколько правильно Вы будете использовать Потому что информацию Постоянно надо менять Подходить с разных сторон Это же, понимаете Бизнес в интернете Здесь все движется Меняется Что-то подстраивается Мнения людей меняются Вот вы представьте Вы в бизнес приглашаете человека Вы его знаете? Нет, не знаете Вы знаете, что ему нравится? Нет А вы знаете, что ему вообще понравится? Тоже не знаете Поэтому Когда мы говорим с вами Размещайте регулярно рекламу Отлично То есть мы пытаемся Привлечь внимание людей В социальных сетях Я не знаю На досках объявлений Почему некоторые говорят Да никто не приходит Все это ерунда То есть я там размещал И там размещал Думаете, это ерунда? Там люди есть? Есть Не приходят? Не приходят Почему не приходят? А значит ваша информация Извините Никого не интересуют Или вы просто даже не увидели Вы говорите Почему ее не увидели? Почему нельзя увидеть информацию В социальной сети? А потому что там Ну будем говорить так От повторений Чем чаще вы будете повторять Эту рекламу Какую-то Ну опять же Там есть определенные правила В каждой социальной сети Еще где-то Где вы размещаете То есть частота Появления там Этой информации То есть она Будет попадать в тот момент Когда есть допустим люди Потому что вот вы добавили рекламу А 100 человек тоже Добавили Все, ваша реклама На 101 месте Ее никто не видит Когда человек приходит на сайт Он не видит Он видит ту рекламу Которую вот только добавили Там 2-3 рекламы Да, допустим Может 5 максимум Вашей не видно Если бы вы добавили Одну рекламу в день И будете по одной рекламе В день добавлять То Вероятность того Что ее кто-то увидит Наверное Практически 1% из 1000 Наверное Что ее кто-то увидит Поэтому Будет определенная методика По которой мы будем работать Мы не будем там По 100 раз Нет Мы будем делать Больше чем 1 раз Размещать Надо вообще для себя взять Как-то может быть Если это у вас Ну То есть вы там В интернете частенько бываете Да Может кто-то вечером только Кто-то там Кто-то днем Утром Можете сделать Утром немного Днем Вечером Да Кто-то может только Вечером сделать То есть надо сначала Научиться регулярно Давать рекламу Может быть даже год У вас пройдет И никто у вас Не зарегистрируется Но потом Может быть потом Начнется шквал Регистрации Но это только один из факторов Второй фактор Значит Не надо ждать год Это я вам сразу говорю Реклама должна работать Сразу То есть вообще Реклама Смысл рекламы Реклама должна работать Сразу Сразу То есть реклама Не может быть Что человек по рекламе Будет дома Там целый год Да Действительно Надо мне эту компанию Нить или не надо То есть реклама должна Бить в цель А вот как это сделать Мы тоже будем Различные там Тренинги проводить Да И будем смотреть Кучающие курсы Других там Трениров Ну и использовать Это все на практике То есть Как сделать рекламу Страницу Или его Да Одностраничный сайт Который должен Ну что ли так Заинтриговать Человек Который его увидит Ну а увидит его Только тогда Когда вы будете Регулярно Размещать рекламу И когда Ее начнут Реально видеть А как можно узнать Видит человек Рекламу или нет Ну очень просто До этого Мы будем ставить С вами Либо счетчики Какие-то Определенные По которым Можно будет Статистику смотреть Либо мы будем С вами делать сайты И продвигать их На каких-то сервисах Ну где есть статистика Да Где можно просмотреть По статистике посещения Вот исходя из этого Вы сможете определиться Тогда Ну в принципе да Конверсия Сколько людей приходит А почему они Просто смотрят А не регистрируются То есть вот это Вот все это Входит в качество И даже не только это Там много чего Много различных фишек И всех которых Надо уметь Во-первых Знать Ну уметь и знать Как это делается Все Потому что Если один метод Не подходит для вас Вы можете использовать Второй метод Третий Четвертый Десятый Двадцатый И есть И хорошие методы И плохие методы Есть И хитрые методы Есть Есть очень много методов Как Привлечь внимание Потенциальных партнеров Ну Это целое Будем так говорить Ну То есть Очень много информации Но мы будем ее изучать То есть Мы будем изучать Программы Немножко будем Автоматизировать Пытаться На сто процентов Конечно Не получится Но Будем пытаться Будем пытаться Делать Своеродные Такие Стратегии По которым В принципе То есть Доступные И понятные Чтобы Партнер Мог Да Заинтересоваться И в принципе Увидеть потенциал Это Очень важно Когда человек Видит потенциал У него появляется Желание Когда вы Видите деньги Да И увидите Ну Хорошие деньги И вы понимаете Что реально Вы их можете Заработать Вот Только тогда У вас появляется Желание Да Я хочу сюда Прийти Но это Не только Бизнес И Фишек у нас Своих будут Хватать Так как И говорил Да Что наши Инструменты Мы будем Брать Конечно же То что Нужно людям Обучением Будем брать Потому что Учиться Особо Негде Может быть Особо информации Нигде не найдут Поэтому Думаю Будет очень удобно Строить бизнес И Сразу же Обучаться И становиться Профессионалом Каким-то Ну В принципе Бизнес У нас Да Как бы Все Мы научились Работаем Все Отлично Но Этого Тоже Мало Вы скажете Ну как же Мало Владимир Мы же Все научились Все умеем Все знаем Все применяем У нас Люди Приходят Деньги Появляются Все Все Отлично Этого Мало Потому что Нужно Передавать Эту информацию То есть Обучать Людей Дублицировать Себя Потому что Вы Всполкнетесь С другой Проблемой Нехваткой Времени Потому что Если команда Растет У вас Вы не сможете Уделить Всем внимания Поверьте И Когда Говорят Что Вот Надо Столько Личников 100 200 300 400 Тысяча Личных Приглашенных Вы Реально С ними Сможете Поработать Со всеми Без Системы Без Каких-то Обучений Еще Чего Вы Не Сможете И Даже Просто Даже Если Это будут Системы Просто Представляете Хотя бы 300 Человек Захотят С вами Пообщаться Сегодня У вас Не хватит Времени Сил Наверное И желание Пропадет Поэтому Следующий Шаг Это Дубликация Себя Так вот Прежде чем Начинать Дублицировать Надо Сначала Самому Что-то Уметь Поэтому Далее Надо Научиться Когда мы Уже Все Выучили У нас Все Хорошо Но Мы Хотели Больше Но Времени Сил У нас Не Хватает Надо Начинать Да Может Даже Раньше Надо Начинать Дублицировать Себя То есть Обучать Обучаемых Партнеров Которые Обучаются Которые Сами Этого Хотят И В принципе Включаются В работу Видно Таких Партнеров То есть Чтобы Они Тоже Вас Дублицировали Когда Вас Будет Двое А потом Трое Десять Двадцать Человек Таких Лично Ваш Заработок Увеличится В разы Потому Что Вы Будете Останетесь Допустим Уделять Бизнесу Десять Часов День Как и Уделяли Но За счет Того Что У вас Уже Есть Партнеры Допустим Десять Человек Которые Но В принципе Им не надо Объяснять Что Такое Бизнес Инструменты Надо Где Их Взять Как Их Применить То есть Они Сами Могут Уже И вам Рассказать Да Может Что То Новенькое Вам Рассказать И Сказать Э Владимир Отстал Ты От жизни У нас Тут Новые Фишки Вот Это Классно То есть Тогда Ваша Команда Будет Расти Значит Заработок Будет Больше У людей Значит И вы Будете Зарабатывать Уже В разы Тогда Вы Уже Можете Уменьшить Количество Времени Больше Времени Уделять Чем Интересно Может Книжку Напишите Какую-то Мемуары Какие-то Про Интернет Бизнес Ну Это Все Конечно Хорошо Звучит Хорошо Конечно Чтобы До Этого Дойти Это Надо Очень Много Поработать Желание Работать К сожалению Дареко Не у Каждого Есть Поэтому Такой Вот Немножко Информации Вам Это Знаете Как Немножко Такой Всплеск В голове Должен Быть Потому Что Есть Люди У которых Большое Желание Работать Большое Желание Что-то Делать Они Постоянно Что-то Делают Что-то Там Где-то Там Они Информацию Поглощают Очень Быстро Они Эту Информацию Запоминают И В принципе И являются Источником Информации Да Становятся Сами Источниками Информации Поэтому Конечно К таким Людям Всегда Будут Больше Желание Проявляться Других Людей Пообщаться И Перенять Опыт Так вот Вы тоже Должны Стать Источниками Информации А Вопрос Как Это Сделать Да Очень Просто Как Раз Мы Подготавливаем Вот Эту Все Эту Информацию Где Вы Можете Просто Впитывать Ее Себе Да То есть Изучать Ее То есть Я знаю Что Многие Партнеры Допустим Хотели бы Чему-то Научиться Да Но Когда Учиться Самому Вот так Вот Взять Просто Научиться Там Желание Возникло Это Редко Бывает А вот Когда Интересно Я думаю Так Желание Побольше Появляется Ну А тем Более Связано Заработком Денег Действительно Деньги Вырабатываются Да Процесс Идет То Это Конечно Замечательно Ну Вот Такой Небольшой Тренинг Что Хочу В заключении Тренинга Сказать Что Не Ленитесь Это Очень Важно Когда У вас Есть Вопрос Какой-то Да Попытайтесь Найти Ответ Самостоятельно Вот Если Самостоятельно Включается Конечно Это Не то Что Там Я не говорю Вам С точки Зрения Что Вы Должны Там Поберечься Экспонсоров Там Чего Там Чего Нет То есть Вы Должны Быть Самостоятельно Информации Достаточно Много Вокруг Вас И Осталось Просто Взять И Как бы Говорится Хотя бы Прочитать Да Поэтому Пытайтесь Изучать Информацию Самостоятельно Искать вопросы Вернее Ответы На свои вопросы Самостоятельно Если Конечно Не получается То есть Может Вы не готовы Еще пока К этому Конечно же Вам на помощь Придут и спонсоры И вышестоящие И конечно же Команда вся Это однозначно Просто У вас Вырабатывается Такой Реплекс Самозащиты Самозащиты В интернете Это когда Вы просыпаетесь И у вас что-то Не так В интернете Или вы видите Какую-то кнопку Красную Не поймете Что это Такой За кнопка У вас Сразу Какое-то Негативное Такое Отношение Вы должны Разобраться Почему Эта кнопка Появилась Это так Образная Кнопка Может быть Все что угодно Или деньги Из баланса Пропали К примеру Потом окажется Вы не тот кошелек Зашли Или не на тот баланс Посмотрели Поэтому Все нужно Внимательно Делать Не спешить На достаточной Информации Чтобы Вы сделали Все правильно И вот Я обещал В этом вопрос После тренинга Чтобы рассказали Про Логин SolidRustPay Что тут Рассказывать Смотрите Все очень просто Работал Человеческий Фактор Все же Хотят Деньги Получить Все это Понятно Но Можно выполнить Какие-то действия Так вот Когда мы Выполняем Какие-то действия Наши действия В основном Связаны Каким-то Выделением Текста Копированием Перенос Текста Или прописать Вручную Что-то Где-то То есть У нас Возникают Некоторые Проблемы И Кстати Я вам скажу Что Здесь Не играет Роль Что Специалист В этом деле Не специалист Если Хороший Специалист Он просто Знаете У меня такое Бывает иногда Простейшее Слово Надо Вписать Допустим Подтверждение Чего-то Я Замираю на 2 минуты И думаю Надо быстро Но Я вот думаю Чтобы Не сделать ошибку Почему-то Такое Состояние Это Что-то Очень Такое Важное Так Вот Нужно Внимательно Все Делать Значит Как Заменить Говорят Заменить Заменить Давайте Рассмотрим Случаи Которые У нас Произошли Партнеры Указывали Свой Агин SolidRustPay Genesis И Что Произошло Они Указали Его Но Они Конечно Не Помнят Как Они Указывали Что Они Писали Как Они Копировали Вручную Писали Так Вот У некоторых Партнеров У них Точка В конце Появилась Точка Получилась У некоторых Пробел Впереди Конечно В бэк офисе Пробел Не увидеть Точку Можно увидеть Если Говорить Технически А как Такое Может быть Так Вот При Мне Один Партнер Я Спросил Как Вы Уделяете Этот Влогин В этом В Соли Траст Пэй Когда Партнер Начал Выделять Прям С первого Раза Вы знаете Как Человек Когда Он Что-то Делает Так Как Он Делал Это Раньше Нельзя Сказать Что Я Не Так Делал Это Перепутал Сейчас Нет Человек Именно Делает Сразу Так Как Он Вообще Это Делает Так Вот Когда Человек Делал Выделял Так Вот У него Сразу И Пробел Получился Понимаете Но Я Знаю Что Большинство Не Обращают На Этого Внимания Многие Даже Не Думают Что Это Так А Пробел Это Символ Получается Дополнительно То Если У вас К примеру Логин Солид Расплей Супер 123 А Впереди Пробел То Будет Он Звучать Вот Пробел Супер 123 И Система Не Сможет Считать Считать Эти Данные И Некоторые Агрессивно Относятся Говорят Что Это Система Такая Которая Не Может Это Понять Да Очень Просто Здесь Срабатывает Автоматический Вывод Денег Ну Представляете Если Тысячи Партнеров Выплачивают Деньги И Кто Будет Сидеть Вручную Оплачивать Это Дурдом Будет Нам Будет Полгода Платить Вручную Так Вот Все Это Работает Автомат Скрипт Специально И Если Туда Занесены Неправильные Данные Скрипт Может Даже Сбой Дать И Если Он Дал Сбой То Это Систем Поэтому Надо Быть Внимательным И В Принципе В большинстве Случаев Если Вы Неправильное Что-то Вписали Лишний Символ И Пробел То Система Вам Не Выплачивает Эти Деньги Вопрос Всегда Стоит Как Можно Что-то Заменить Я Знаю Что Приходили Письма Партнерам Которые Вернули Эти Деньги Назад И Написали Там Что Они Сами Это Исправят Значит У вас Два Варианта Либо Поверить На Слово Либо Написать По Адресу Support Собачка Genesis Global Точка Бз Кстати Этот Адрес Находится У Каждого В Кабинете В Личных Данных Где URL Профиль Красный Вы Можете Туда Написать Указать Кто Вы Имя Фамилия Логин Даже Один Номер Поставить И Просто Написать Ну Конечно На Английском Азаке Через Онлайн Переводчик Что Пожалуйста Перепроверьте Правильность Моего Логина Solid Rasp То есть Вы Не надо Писать Вы Должны Понимать Смысл То есть Вам Уже Написали Что Его Поменяют Но Вы Не Уверены Что Вам Поменяют Так Вот Если Вы Будете Писать Поменяйте Мне Они Скажут Да Мы Вам Писали Что Мы Поменяем Сами Так Вот Поэтому Если Вы Не Уверены Надо Писать Правильно Пожалуйста Перепроверьте Мой Юзер Нейпл Даже Можете Написать Что Я Написал С пробелом А Вот Правильно Без Пробела Ну Чтобы Обезопаситься На Следующий Вылог Это Очень Правильно Кстати Но Это Если Вы Не Верите Их Нем Словам Да Поэтому Пожалуйста Напишите Претензии Почему Это Они Не Сделают Что Мы Могли Сами Менять Вот Я Приведу Простой Пример Когда Допустим Вот Компания Дает Возможность Менять Нам Спокойно Данные Что Мы Хотим Так Вот Реально Какая Часть Партнеров Будет Менять Чуть Не Каждый День Да Просто Менять Сохранять Это Как Игра Будет Когда Мы Начнем Играть Системой То Вообще Никто Не Получит Денег Вот Поверьте Это Не Игра Это Понимаете Вы Не В игру Пришли В песочнице Поиграться Или Что То Сделать Это Серьезно Вот Вы Укажите Давайте Паспорт Оставляйте Вам Сколько Исполнилось Там И замена Паспорта Напишите Своё Вам Так И Написали Кто Виноват Тот Кто Писал И Вы Когда Вы Им Указывали Понимаете Да То Вы Не Будете Говорить Какая У вас Паспортная Система Какая То Странная Поэтому Ответственность Надо Всегда Брать За себя За себя Каждый За себя Брать Ответственность За свои Действия А То Что Компания Сделала Так Это Её Право Делать Я Лично Поддерживаю Любят Менять Дам Регулярно Сегодня Вася Завтра Петя Сегодня Такой Солит Завтра Такой Солит И Начнётся Поверь Это Всё Ерунда Это Несерьёзно А то Что Кто-то Ошибся Да Ничего Страшного Ничего Страшного Ошибаются Люди Ну Ничего Если Они Написали Что Сами Всё И Справят Чего Переживать Ну А Самим Надо Быть Внимательным Очень И Не Спешите Никогда Запишите Вручную Тогда Чтобы Не Сделать Пробел Не Умейте Копировать Не Умейте Выделять Пожалуйста Так Что Всё Очень Просто И Все Данные Меняются Через Support Sobachka Genesis Global.bz Через Этот Адрес На Латинское Английскими Буклами Пишите Представляет Обязательно И Меняют Я вам скажу Очень быстро Отличаются Неправильно Написали Разборчиво И Юзернейм И в солиде Меняют Уже Партнеры Писали Меняли Всё нормально Просто Правильно Нужно Составлять Текст Опять же Можете Спросить Сказать А как Правильно Составлять Текст Тут Вообще Очень Просто Смотрите Вы Хотите Сказать Человеку Привет Так же Самое И Там Как Писать Текст Ну Вы Кому То Пишите Значит Можно Поздороваться Можно Не Привет А Здравствуйте Написать Логично Логично Начинаем Всегда С чего Здороваемся Дальше Ну Если Мы Скажем Человеку Допустим Привет Подай мне Ток Он Скажет А кто ты такой Надо Представиться Представляемся Имя Фамилия Юзерней Все Данные По нашему Аккаунту Это Очень Важно Я Вам Объясню Это Тоже Психология Знаете Когда Человек Открывает Ему Нечего Скрывать То Что Получается Значит К нему Открыто И Относится Нормально Когда Начинается Какое-то Небрежное Отношение Или Вместо Две буквы Напишут Или еще Что-то Или Вообще Как-то Некрасиво Напишут Ну Такое Отношение Может Такое Не Прочитают Поэтому Поговорка Есть Такая Относитесь Так Как Вы Хотели Чтобы Относились К вам Поэтому Надо Представляться Здороваться И Потом Излагает Суть Проблемы Суть Пожелания Или Что-то Еще Ну И Желательно В конце Вообще Спасибо Написать Ну Потому Что Это Уважительно Тогда Надо Все Относиться Потому Что Тогда И К вам Будет Уважительно Относиться Все Очень Просто Простые Человеческие Отношения Поздоровались Представились Написали Причину Ну И Поблагодарили Заранее То Что Вы Попросили Сделать Это Везде Надо Так Писать Я Удивляюсь Когда Иногда Через Год Работы Пишут Такой Вопрос А Что Надо Что Еще Писать Было Да Конечно Надо Надо Всегда Надо Все Писать Надо Поэтому Не бойтесь Если Не Умеете Составлять Тексты Правильно Ну Вы Подумайте Что Вы Хотите Чтобы Вам Поменяли Ну Что Сделали Ну И Попросите Спонсора Думаю Он Не Откажет Напишет Вам Так Что Вот Так Информация По Этим Юзернеймам Так Поменять Нельзя То Столько Отписать Поменять Или Пусть Перепроверят Напишите Ну И Я Могу Сказать Еще Одну Очень Такую Большую Подсказку Да Когда С Приглашениями Да Вот Ну Цель У вас Какая Больше Людей Пригласить Или Качественно Пригласить Людей Есть Спорные Вопросы Там По Количеству И Качеству Конечно Потому Что Чем Больше Людей Из них Может Качество Будет Поэтому Можно Много Наприглашать А оттуда Какая-то Часть Будет Качественная Кто-то Сказать Да Нет Лучше Немного Но Сразу Таких Нормальных Так Вот Здесь Вопрос Немножко Не в этом А в том Что Когда Вы Общаетесь С Человеком Вот Он Добавился К вам Еще Что-то Главное То есть Объяснить Что Что Происходит Так Хотя Бук Вкратце С точки Зрения Человека Который Приходит Он Должен Узнать Что Происходит В компании Что Здесь Как Такие Хотя Были Какие-то Отполные Моменты Потому Что Когда Человек Приходит И Ничего Не Спрашивает Я Честно Говоря Всегда Удивлен Как Можно Прийти В бизнес И Ничего Не Спрашивать Я Не Верю Что Все Понятно Где-то Что-то Там Где-то Прочитано Было Я В это Никуда Не Верю То есть Надо Всегда Есть Луна Вопросов Поэтому Лучше И Задать Сразу И Еще Один Момент Вы Рекламируетесь Да Пожалуйста Не Нарушайте Правила Не Нарушайте Правила Которые Компания Озвучивала Кстати На сайте Они у нас Тоже Есть В разделе Бизнес Genesis И Вопросы Ответы Там Есть Положение Некоторой Компании То есть Нельзя Картинки Использовать С английским Названием Компании Логотипы Компании Пожалуйста Не Используйте Там Потому Что Чтобы Вас Это Такие Вот Требования Компании Так Ну Если Есть Какие Вопросы Пожалуйста Давайте Я рад Выслушать И будем Заканчивать Не Может Быть Нет Вопросов Либо Никто Не Услышал Что Я Говорил Либо Говорил Что То Непонятное Или Третий Вариант Говорил Что Понятно Спасибо Марина Да Информации Много Согласен Венес Информации Будут Еще Много Надо Учиться Воспринимать Большой поток Информации То Какими Темпами Мы Будем Топтаться На Месте Нам Надо Уже Изучать Я вам Скажу Честно Уже Не Психологию Не Там Маркетинг Это Все Ерунда Это Мы Должны Знать С Вами Быстро Нам Надо Все Инструменты И Быстренько На Практику Практика Нам Надо Практика 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 Я думаю Что Каждый Из нас Хочет Иметь Хорошую Команду У себя Достаточно Количества Лично Приглашенных Партнеров Активных Ну и Конечно Зарабатывать 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 Трений Я Постараюсь Максимально Больше Подготовить Информацию На С С С Вашей С С Пророны Проявляйте Самостоятельность Заходите На С С Изучайте Потому Что Мы Будем Проводить Тренинги По С И Курсам Отдельным Потому Что Там Будем Брать Что Что Это За Основу На Практических Действиях Поэтому Вам Нужно Быть Ну Хотя Б знать это, знать, чтобы не было таких вопросов, когда мы про Ютуб уже там все расскажем основательно, чтобы вы потом через месяц спрашивали, что такое Ютуб, у меня его нет. Всем обязательно все нужно иметь. Основные социальные сети, канал на Ютубе, это все обязательно нужно иметь. Без этого трудно представить себе вообще бизнес какой-то, потому что мы будем его продвигать. Так, Наталья говорит, дайте, Наталья, я вам дам личку. Да, Светлана, скоро мы перейдем к практике. Практика, ну на практике, смотрите, я вам объясню. Практика это хорошо, но на практике мы что-то должны использовать. Вот смотрите, я вам дал сейчас направление, курсом, да, там есть копирайтинг для текстов, потому что для практики практических действий нам нужен был текст. И я думаю, что надо, наверное, дать задание небольшое, написать короткий текст. Два, два, три предложения на тему приглашения в Genesis. Вот кто у нас самый такой ответственный, я думаю, к следующей встрече, ну как минимум со мной, я вас попрошу продемонстрировать здесь, потому что я вам скажу честно, это, то есть, ну как, мы не можем использовать один и тот же текст все, понимаете, не можем, это будет неправильно. Люди не будут воспринимать правильно эту информацию, то есть тексты должны быть практически уникальные, или хотя бы там перестановка какая-то была. Поэтому кто активный, кто хочет, почитайте курс, кто посмотрите, изучите, найдите время. И я там думаю, через несколько дней я опять с вами встречусь, и вы поделитесь своими, да, вот, наработками в тексте. Два-три предложения немного. Потом нам надо будет научиться сделать картинки красивые, видеоролики, и все это потом брать и распространять, распространять и еще раз распространять. Ну и, конечно, будут интересные моменты, фишки, которые там уже кто-то использует, кто-то нет. Думаю, вам будет интересно. Ну что, будем говорить до свидания. Спасибо, что вы сегодня пришли. С вами был Владимир Печеный. До скорой встречи.